Отвратительная работа гидромедцентра. С ними надо что-то делать. Их надо или разгонять, или приводить чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогнозов погоды. Нам такой гидромедцентр не нужен. Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду. Хоть скажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Эти почти 100% дают точный и прогноз, правда короткий. Но это не дело. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться. Вот как им работать. Здесь ситуация очень серьезная. На востоке и на западе и в центре проблемы будут в зависимости от того, какие почвы. На легких почвах, я уже смотрю, начались пожелтения посевов. Поэтому надо не упустить время. Такие посевы надо вовремя убрать. Сейчас идет заготовка сенажа. Надо все это положить в сенаж. Поэтому надо по-хозяйски посмотреть в связи с этими климатическими условиями, что предпринять в растении и водстве. Ни в коем случае ничего не потерять. Прошлый год был катастрофически неурожайным. И нам пришлось практически все резервы, зернофуража использовать. Поэтому, если мы то, что сейчас растим на зерно, уберем в сенаж, в треншеи, надо восполнять чем-то зерновую группу. И тут особая надежда на кукурузу. Она пока на всех участках, я это сам контролирую, вижу, даже на песчаных пошвах держится хорошо. Поэтому надо сделать ставку на заготовку зерна из кукурузы. У нас есть технология консервации кукурузного зерна в рукавах. Скот любит этот корм. Но и он будет для нас, наверное, дешевле, чем сушить. Не наверное, а точно. Процентов 25-30 будет дешевле. Фактически кукурузное зерно в данном случае можно сравнить по эффективности, по затратам на производство с обычным зерном. Поэтому, если мы сейчас будем косить то, что на зерно все наши, надо надеяться на кукурузу и особое внимание уделить кукурузе. Там, где это невозможно, сделать все для того, чтобы пустующие, свободные, нераспаханные площади, и в том числе эти площади, о которых я сказал, пересеять однолетними еще какими-то культурами. В итоге, если подвести черту, речь идет о заготовке кормов. Найважнейший вопрос, которому мы уделяли второстепенное значение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!